Прошло всего два дня в карьере, а игрок уже хочет уйти. Привет, главный тренер! Прошел целый сезон в Иркулесе, а значит пора подводить итоги. В этом сезоне нам нужно было решить две главные задачи. Добыть денег, дабы убавить минуса на счетах и занять первое место, чтобы выйти в третий дивизион. Таковы были задачи от руководства. Справился ли Портильо? Хватай горячий чай, присаживайся поудобнее и погнали по сезону. Спасибо, кстати, за поддержку первого выпуска. Очень много лайков поставили. Это позволило видосу набрать хорошее количество просмотров. Не забывайте ставить лукаса и под этот видос. Ваши лайки толкают карьерку только вперед по алгоритмам ютуба. Посмотри на эту предсезонку. Здесь 16 игр. Я никогда столько матчей не играл перед сезоном. Товарки и турниры приносят деньги, поэтому с тренерским штабом свободные даты мы использовали на максимум. Выиграли три товарищеских кубка. Преимущественно играли против алжирских команд высшей лиги. Выделю матч против Униона Стаса из третьего дивизиона, между прочим. Слишком жестко мы их убрали. Альбасенты из второй лиги мы тоже уверенно переиграли. Кто внимательно смотрел первый выпуск, мог заметить, что здесь нет игры против Брэндфорда. Эта игра не состоялась из-за того, что я решил пересоздать сейв. На прошлой неделе вышел очень большой патч для футбольного менеджера. В нем исправили очень много косяков, которые вступали в силу только в новой карьере. Поэтому пришлось пересоздавать. А чтобы ты тоже был в курсе всех новостей по футбольному менеджеру, подписывайся на мою телегу. Там ты найдешь много полезностей. Фейспаки, шортлисты, апдейты. А если еще и в чатик молодочка вступишь, то вообще легендой станешь. Ради этой цифры в доходах мы отфигачили 16 матчей на сборах. Наши минусовые прогнозы на ближайшие три года уже вдвое сократились. Как помнишь, проблемы были и в трансферном бюджете с зарплатой. Тут с руководством мы тоже поработали. Потому что в летнее трансферное окно отпустили 6 футболистов. Три игрока ушли по трансферу. Три игрока ушли в платную аренду. Вот самая дорогая продажа. Парень уехал на повышение в третью лигу Франции. А мы заработали целых 35 тысяч евро. Распихивать игроков пришлось еще не только из-за долгов, но и из-за жестких правил с заявкой в четвертом дивизионе. Чем думало руководство лиги, когда писало правило в виде 22 футболистов на сезон? У нас впереди 34 официальные игры. 2-3 травмы и все. Состава нет. С каждым новым дивизионом заявка будет расширяться на плюс одного футболиста. То есть стандартные 25 футболистов Иркулес сможет увидеть только в Ла Лиге. Еще пожалуюсь на то, что в нашем дивизионе всего 7 запасных можно включить на матч. Хотя начиная с третьего дивизиона классическая скамейка из 12 игроков. Нужно поскорее выбираться из четвертого дивизиона, чтобы попасть в более адекватные условия. Полностью из минуса по зарплате вылезти не удалось. Но это уже лучше, чем в первом выпуске, согласись. За предсезонку жестко апнул персонал. Стали лучшими в Лиге. Несмотря на минусы, руководство постоянно его расширяло все трансферное окно. Самым известным в штате стал 31-летний Всалько. Но по скиллам он далеко не лучший, конечно. Я, как и ты сейчас, тоже был удивлен увидеть его в графе персонала. Оказывается, в нынешнем году он решил завершить карьеру, несмотря на действующий контракт с Олимпиакосом. Надоело быть ему футбиком в 31 год, и он решил стать футбольным агентом. А в игре он обычный тренер. В очередной раз добрый вечер ресерчерам. Примерно так выглядели наши трансферы на вход. Их попросту не было из-за долгов. 17-летний Гути шикарно отыграл предсезонку. Даже скиллки подтянул за эти два летних месяца. Юный футбик полностью оправдал доверие тренера. Поэтому Портильо не имел права не поставить его на игру первого тура чемпионата. 20-я минута против дебютантов лиги. Забрали подбор после углового. Ника выкатывает на 11 метров. И именно Гути забивает первый мяч в новом сезоне. Через 7 минут ФК Торрент, бывшие любители, сравнивают счет в матче. В этом моменте нужно смотреть на пас Морена. Как же он круто развернулся и выкатил прямо под удар. Очень красивый гол. Только вот дубль Ника гораздо краше. Принимает и дает страшнейшую ракету в ближнюю 9. К концу матча Гути устроил танцы в штрафной соперника. И последний раз поменял счет на табло. По итогам этого матча Гути еще и рекордик дивизиона установил как самый молодой забивающий. Во втором туре Гути продолжил свое восхождение в профессиональном футболе. Сначала сунул в ближечку после прохода крайнего защитника. А затем откликнулся на прострельную передачу от Ника. Второй дубль подряд в сетке соперников. В конце добили командеху. Юный Ганди, еще один наш интересный воспитанник, отдал голевую передачку. Так команда сыграла в прямом эфире при зрителя. Всего-то закинули 37 банок в соперников. Столь ударный старт позволил броу к Эркулесу взлететь на первое место без потери очков. Ты тоже заглядывай на твич канал, чтобы поближе познакомиться с Эркулесом. Посидишь в уютном чатике, посмотришь на голы Гути, чем неприятное времяпрепровождение. Ссылку на фиолетовую платформу найдешь под видео. В последнем матче первого круга могли потерять очки. Хоть первыми и красиво закинули со штрафного. Вторая команда Валенсии очень быстро отыгралась. Буквально через минуту. Некоторые футбики у них сильные, стоят по 5 миллионов. Ничейный счет держался до 89 минуты. В конце с позиции силы понеслись вырывать победу. Прострел штрафную и наш Веласкис приносит 18-ю победу в ряд. Максимальное количество очков, что возможно было добыть за 18 туров в нашей копилке. Жаль тех добряков, что идут ниже, ведь они обречены на стыки в этом сезоне. После идеального первого круга в сборной Испании до 18-ти заметили Борха Переса. Это еще один наш юный бист. Будем тащить его как Гути до Ла Лиги. Трансферное окно открылось. Хотелось бы подписать пару футбиков, но наш список проблем настолько велик, что Портильо не успевает даже полежать в ванне. Примерно у 16 футболистов истекают контракты, а денег на продление нет. Максимум, что я могу предложить в графе зарплаты 300 евро в неделю. А на такие деньги даже 16-летние регены к нам не едут. Из-за этого некоторые футбики, хотя какие они футбики, с ничи побежали из клуба и подписались бесплатно с другими командами. Апу, бы на тебя въебал, бля. В основе с ничей не оказалось, никто не сбежал. Хотя многими интересовались, как клубы 2-го дивизиона, так и клубы 3-го дивизиона. Интерес более статусных клубов только подчеркивает тот факт, что наш состав гораздо сильнее 4-го дивизиона. Ко всему прочему, весь сезон меня шугают смены владельца клуба. Думаешь, это все проблемы? Нет. Закончился бюджет скаутов. Роналду жопа! Мы уже несколько месяцев не ведем никакой селекции. В столь безнадежных условиях оставалось полагаться только на набор в Академию. По предикту интересные зумеры, но фактически никого не заиграть. Кстати, любопытно, что набор достаточно интернациональный получился. Вот, к примеру, взглянем на нигерийца. Есть ли шанс у него дойти хотя бы до скамейки запасных? У меня большие сомнения в этом. После зимнего перерыва мы продолжили уверенно доминировать над соперниками. И уже через несколько матчей оформили железное место в плей-офф. Второй состав Эспаньола был уничтожен. Без гола Гути, естественно, не обошлось. 69 стало счастливым числом для броукер Кулеса. Именно столько поинтов нам и обеспечили плей-офф. Тем временем слухи о продаже клуба начали только усиливаться. С каждой новой победой мы все привлекательнее и привлекательнее для потенциальных покупателей. Прошло всего 4 матча. На домашних трибунах почти 8 тысяч болельщиков. И они ждут трофей именно сегодня. Эркулесовчане в этом матче куражились и устраивали настоящее шоу на трибунах. А голы от воспитанников клуба только украшали этот матч. И дарили все больше и больше эндорфиновых эмоций фанатам из города Аликанты. 10 лет унижений. 6 провалов в стыках за повышение в классе. Слезы в день столетия клуба. И не от счастья, а от горя. Падение до 4 дивизиона. Но теперь эта команда поднимает кубок над своей головой за 6 туров до конца. Пьет чемпионское шампанское и с нетерпением ждет новый сезон, чтобы сыграть в 3 дивизионе. Казалось бы, что вот оно. Идеальное завершение ролика и первого сезона. Но на следующее утро после чемпионского матча и дискотеки в честь золота, Вместо золотых заголовков в газетах я вижу совсем другие новости. Первая новость. Запрет на абсолютно все трансферы. Даже контракты продлить нельзя. Вторая новость. Команду все-таки продают. Оформили золото. Акции клуба подняли. И все, давайте. Не нужны мы больше никому. А я был такой счастливый спортилью, когда мы взяли это золото за 6 туров до конца. В этот же вечер старое руководство объявило бюджет на новый сезон. Можно было спокойно готовиться к третьему дивизиону. Начинать продлевать контракты. Обновлять отступные футболистам, чтобы никто никого не увел. Кинуть деньги в селекцию и начать большую огромную подготовку к третьему дивизиону. Но команда остается в подвешенном состоянии. Чтобы ты понимал, чемпионат уже полностью закончен. Прошли мы его без поражений. Почти сотку очков взяли. Но сейчас меня волнует только одно. Сколько еще Эркулес будет ждать? У нас в команде 15 футболистов с истекающими контрактами. Все они резко хотят его продлить. Приходят ко мне в кабинет и спрашивают. Что там? Когда? Где новые бабки? А мы ничего не можем сделать. Бюджет заморожен. Юный Гути, сделавший 15 плюс 7 за сезон с оценкой 7.29, привлек внимание клубов Ла Лиги. А у него, напомню, отступные всего 775 тысяч. Должен был быть хэппи-энд, но пока у нас как в фильме Драйв. Непонятно, Эркулес умирает или он продолжит жить. Надеюсь, переговорный процесс по смене владельца клуба надолго не затянется. А то мне одна карьерка флэшбекается, где мой клуб продавали на протяжении 4-5 месяцев. Заходить в 3-й дивизион без трансферов, где у лидеров играют типочки со скиллами 12-15, не хотелось бы, конечно. Спасибо, что ты досмотрел этот выпуск до конца. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Другие соцсети тоже заглядывай, они есть под видео, либо в закрепленном комментарии. С тобой я не прощаюсь, увидимся в следующем видео.